Особые истории с Дмитрием Травиным Ну что же, я приветствую наших зрителей программы Особые истории с Дмитрием Травиным И также, конечно же, ведущего этой программы Автора и ведущего Дмитрия Травина Научного руководителя Центра исследования и модернизации При Европейском университете Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич Добрый день И нашим зрителям я скажу, что мы какое-то время назад Сделали программу про то, что такое мобилизация по-русски То есть, как она в исторической перспективе проходила Понятно, по какой причине мы про это говорили В конце сентября, начале октября Вот, а Дмитрий Яковлевич закономерно совершенно вспомнил Что мы не успели поговорить еще и про ЧВК И вообще, что это такое Тоже, в том же самом В разрезе исторической социологии Вот у нас такая возможность появилась, Дмитрий Яковлевич Поэтому я вам и задаю этот вопрос У меня-то было ощущение, что на самом деле ЧВК это новое совершенно изобретение А потом я подумал, я вспомнил Остинскую там компанию, вестинскую компанию И все такое Поэтому давайте по порядку Да, конечно, это совсем не новое изобретение Более того, это изобретение гораздо более древнее Чем вестинские, остинские и тому подобные компании Когда такие компании, подобные организации Были скорее сопутствующим фактором Но был в истории Европы момент, когда в целом Реформа всех вооруженных сил сводилась к тому Что возникали такого рода частные военные компании Хотя, понятно, они таким образом раньше не назывались Это происходило в Европе 13-14 веков То есть 1200-1300 годы И начиналось преимущественно с Италии А потом с Северной Италии Даже я уточню, вот это важно Сейчас поясню почему А дальше это распространялось уже по разным странам Европы Но Россию не затронуло, да в общем и в целом Восточную Европу не затронуло В основном это было в Западе Значит, с чем это было связано? Мы из истории знаем И, кстати, попутно замечу, что я ведь, собственно, тоже не специалист по истории военного дела И вышел на эту проблематику и довольно подробно этим занимался И, кстати, сейчас это войдет в книгу, которую я завершаю Которая будет являться продолжением книги Почему Россия отстала Вот я этим стал заниматься в связи с анализом модернизации В связи с анализом экономических и политических процессов И вот что обнаружилось В XIII-XIV веках итальянские города, североитальянские города Такие как Флоренция, Генуа, Венеция, Сиена, Милан и некоторые другие более мелкие Эти города были в экономическом плане очень мощными, многонаселенными Фактически это был самый экономически развитой край Европы И в какой-то момент стал вопрос о том, как этим городам себя защищать от агрессии Возможной агрессии В том числе со стороны друг друга Потому что они часто друг с другом воевали Те, кто очень близки и родственные, они часто как раз друг с другом и воюют в первую очередь Ну, традиционно, да, значит, надо оговорить, что в других регионах Европы К северу от Альп Такого рода проблем у городов, как правило, не возникало Потому что они входили в состав феодальных государств И вопрос ведения войны, это был вопрос для короля, ну или, по крайней мере, для местного герцога или графа, какого-то сеньора А североитальянские города были фактически самостоятельны Иногда они формально могли признавать зависимость от Германской империи или от Святого Римского престола Но, де-факто, они были самостоятельны Вот как защищаться в таком случае? Какое-то время они защищались с помощью городских ополчей То есть, ну, мобилизация Каждый, кто может воевать, должен выступать на защиту своего города Но уже в XIII-XIV веках там происходили процессы, очень нам понятные, в том числе и по сегодняшним событиям Квалифицированный специалист, купец, банкир, опытный имейственник Он не любит, не умеет и не хочет воевать Не хочет в том числе потому, что это отвлекает от главного дела, от бизнеса Да и вообще, очень сложно сочетать свою способность быть квалифицированным специалистом с уходом под ружьем Тот, кто умеет что-то делать, вряд ли будет профессиональным убийцей И вот встал вопрос, как этим городам защищаться? Желания воевать нет Умение воевать становится с каждым поколением все меньше Но зато становится все больше денег И возникла мысль, а почему бы не использовать городские ресурсы На то, чтобы нанимать команды, которые будут за наши деньги нас защищать Это, так сказать, вот как экономист я размышляю Ситуация со стороны спроса Ситуация со стороны предложения В Северной Италии постепенно образовывалось большое количество разных джентльменов удачи Которые не могли заработать себе на хлеб ничем иным, кроме как бандитизм Ну откуда эти люди появлялись? В первую очередь это были разные отставшие солдаты и командиры из императорских армий Я напомню, что империей тогда была Германия Она называлась Священная Римская империя Германской нации И немецкие императоры время от времени совершали поход в Италию Как для того, чтобы поставить север Италии под свой контроль Так и для того, чтобы дойти до Рима и получить официальную коронацию от римского папы в качестве императора И вот пока эти войска передвигались по северной Италии Кто-то отставал, ну а кто-то возвращался вместе со своими хозяевами на север Германии Вот те, кто отставали, видели, что они находятся в богатом краю Где много лохов, которых можно пограбить Но если можно пограбить, почему бы этим не заняться? Без всякого императора И вот получалось, что со стороны спроса есть деньги у богатых итальянских городов Со стороны предложения есть некоторое количество людей Которые готовы воевать за деньги Эти бандиты, полубандиты, бывшие солдаты Организовывались в банды, байгады, как иногда называли Ну или, как вот сейчас мы скажем, частные военные компании И были специальные люди-организаторы Которые назывались кондотерами От слова кондотта, договор, соглашение То есть они организовывали эти банды не просто для того, чтобы пограбить А для того, чтобы по договору, по соглашению Поставить ее на военную службу для какого-то богатого итальянского города Вот так, собственно, и организовывались компании Которые фактически были первыми частными военными предприятиями В основном в Италии их организовывали поначалу иностранцы Ну, как я уже сказал, немцы Потом в XIV веке в Италию стали активно... Да, немцы и вначале, как ни странно, еще каталонцы Вот довольно сложный вопрос, как и почему они туда проникали Ну, наверное, относительная территориальная близость Из Барселоны плыть до западного побережья Италии недалеко В общем, вот немцы и каталонцы А в XIV веке подключились еще активно французы и англичане Нетрудно догадаться, почему, если мы хорошо знаем европейскую историю XIV век, начинается Столетняя война между Англией и Францией Она называется Столетняя, но понятно, что люди не воевали беспрерывно все сто лет Это невозможно Война то начиналась, то затухала И вот в тот момент, когда война затухала, на территории Франции Оказывалось большое количество вооруженных людей Которым нечем было прокормиться Если война затухала, то их никто не нанимал на службу Если они не возвращались к своим хозяевам То им надо было как-то кормиться Часто они это делали с помощью бандитизма Прямо непосредственно во Франции То есть вот эти военнослужащие часто грабили свое же французское население Ну а если это были англичане, то им еще легче было грабить чужое население Но у них постепенно формировались командиры Которые переправляли эти бригады в Италию Где было больше денег, больше платежеспособного спроса Вот так вот в дополнение к немецким и каталонским кондотьерам Стали появляться английские и французские Потом постепенно и сами итальянцы в этом деле преуспели Свидетельство такого рода частных военных компаний в Италии можно обнаружить Тот, кто был во Флоренции, наверняка заходил в кафедральный флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьора Там от входа на левой стене есть большая фриска Изображающая человека на лошади Вот это не просто какой-то человек на какой-то лошади Это английский кондотьер Джон Хоквуд Или как его в итальянском переводе называли Джованни Акато Этот кондотьер очень долго находился на службе Флоренции И прославился настолько, что именно его А не какого-то собственного человека флорентийского происхождения Изобразили на большой фриске в кафедральном соборе Ну а затем появилось, как я уже сказал, множество, собственно, итальянских кондотьеров И свидетельства их деятельности можно видеть в Венеции и в Падуе В Венеции перед собором Джованни и Паулу стоит конный памятник Бартоломео Калеоне Ну, наверное, вообще самый известный итальянский кондотьер Происхождением из Бергама, но служивший венецианцем Существует легенда, что он был настолько богат, что завещал поставить ему памятник После смерти на площади Сан-Марко и вложил в это деньги Но все-таки это было слишком нахальное требование Ну, площадь Сан-Марко, там поставить памятник какому-то кондотьеру Это слишком Поэтому конный памятник поставили, но на менее значимой площади Перед Джованни и Паулу А в Падуе есть конный монумент в самом центре Падуи Конный монумент Гатамилатия Это еще один известный итальянский кондотьер Вот, ну и, наверное, в завершении моего рассказа Перед тем, как какие-то вопросы возникнут Надо сказать, что, конечно, различия между отрядами Которые кондотьеры создавали для службы итальянским городам И отрядами бандитов были очень относительны Когда кондотьеры могли продать свой меч какому-то городу Они были цивилизованными наемниками, защитниками этого города Когда не могли продать, становились обычными бандитами То есть зарабатывали деньги с помощью грабежа И, кстати, то, что они зарабатывали деньги с помощью разбоя и грабежа Резко стимулировало развитие частных военных предприятий в Северной Италии Потому что города стали понимать Дешевле брать этих бандитов на постоянную службу И платить им деньги за защиту Чем нанимать на время войны, а потом увольнять И когда они окажутся уволены, они будут просто заниматься бандитизмом Что для торговцев особенно неприятно Потому что все-таки между городами торговцы должны как-то безопасно перемещаться А тут оказываются целые банды Вот, собственно говоря, из этого и возникли частные военные компании Просто, насколько я понимаю, все-таки даже тот самый знаменитый Джеймс Смит Капитан, который был основателем Джеймстауна, если я не ошибаюсь Одним из основателей Он ведь тоже был кондотьером, записавшийся в войска Сражавшийся, точнее попавший в плен в Крымскому хану А потом как-то спасся с какой-то странной судьбой своей И уехал открывать Америку Да, ну не Америку, точнее, а основывать поселение Или это немного не так? Помните эту сказку про Покахунтас? Да, да Когда сын был маленький, мультик даже смотрел очень хороший Смотрите, частные военные компании, конечно, имеют длительную историю Вот я рассказал о ее начале, но есть непосредственная связь с тем, что существует и сейчас Просто в какой-то момент произошло своеобразное разветвление Вот эти частные военные компании итальянские В 15-16 веках стали постепенно трансформироваться в войска Находящиеся на службе у западноевропейских государей Особенно в этом плане преуспела Франция Потому что Франция, с одной стороны, была объединенной централизованной страной В отличие от Северной Италии А с другой стороны, ну, довольно богатой И сначала Карл VII, а затем Людовик XI Стали для того, чтобы успешно сопротивляться англичанам в Столетней войне Создавать так называемые ордонансные роты Фактически это были частные военные компании Частные военные компании, но уже на службе большого централизованного государства Это еще были не национальные войска современного типа А именно рота, которая набиралась в значительной степени из иностранцев Скажем, сами французы охотно служили в кавалерии Но во французской пехоте по большей части служили иностранцы Знаменитые швейцарцы или немцы Ну, вот преимущественно они И из этих род, когда их создавалось много Фактически и формировалась первая настоящая наемная французская армия Которая где-то к концу 15 века стала самой сильной армией в Европе Победила англичан, изгнала их со своей территории И смогла даже вторнуться в Италию И победным маршем пройти через всю Италию От Альп до Неаполя Вот это одно направление частных военных компаний И во Франции, и затем в Испании, и в Германии, и в других странах Но не в Восточной Европе Они эволюционировали в государственные наемные армии И долгое время было так, что на службе у французов Или у испанского короля Находилось большое количество наемников Часто по национальности совершенно иных Чем вот та страна, которой они служат И крупнейшие битвы 16 века Это часто были битвы, в которых на одной стороне сражались Одновременно итальянцы, немцы, французы А на другой стороне итальянцы, немцы и костильцы И вот такие битвы постоянно происходили Да, нидерландцы тоже часто были на той и другой стороне Швейцарцы, хотя швейцарцы, как правило, на французской А второе направление эволюции этих частных военных компаний Они фактически продолжали существовать Именно как частные военные компании Но где-то на периферии европейского мира Скажем, что представляло собой покорение Америки? Это ведь создание частных военных компаний Если у Колумба была частная компания Но все-таки скорее не военная Ну, наверное, ее правильнее назвать Ну, не знаю, как правильнее назвать Но, в общем, Колумб все-таки в основном Совершал большое морское путешествие Плохо понимая, чем оно там закончится Но в его бригаде, конечно, было большое количество людей Которые могли вступить в боевые действия Но вот после Колумба, скажем, у Кортеса и Писаро Были типичнейшие частные военные компании Кортес высадился в Америке И завоевывал Мексику Именно по принципу частной военной компании Она была создана на частные деньги Для того, чтобы захватить территории Подчинить их испанскому королю Обогатиться самим И платить определенную часть В качестве налога испанскому королю То же самое у Писаро В Южной Америке В государстве инков Частная военная компания Которая поставила под свой контроль Огромные золотые запасы Которые были у инков Ну и впоследствии очень многие пираты Вели себя точно так же Они то грабили То становились цивилизованными солдатами На службе у какого-то монарха Допустим, Фрэнсис Дрейк С одной стороны был пиратом С другой стороны он осуществлял Очень важные для Елизаветы Английской Елизаветы Тюдор военные действия И Фрэнсис Дрейк был не единственным Таким английским пиратом Который где-то находился на грани Между бандитизмом И цивилизованной Ну относительно цивилизованной Военной деятельностью И только когда возникли Настоящие Многотысячные Национальные армии Которые уже действовали Не как частная компания А действовали от лица В полной мере от лица государства Ну, наверное, армию Людовика XIV Уже вот можно считать Такую армию Армию там герцога Мальбора То есть это уже вот Конец XVII Начало XVIII веков Армия Фридеха Великого Середина XVIII века Вот такого рода армии Уже в полной степени Утратили связь С частными военными компаниями И эти частные военные Компании полностью ушли На дальнюю периферию Куда-нибудь там В Азию, в Африку Я напомню нашим зрителям Что мы с Дмитрием Яковлевичем Уже говорили про пиратство И про Дрейка И про то Что это был довольно умный ход Со стороны английского правительства Не вкладывать деньги В строительство В развитие армии Как делали другие А использовать просто Наемных пиратов Вот, да Это можно посмотреть У нас там Вот здесь будет ссылка Я хотел Как раз дальше и пойти Вот как раз Ост-Индская компания Да, британская, голландская Можно ли их считать Частными военными компаниями? Это несколько более широкое образование Это огромная частная компания Которая получала От своего монарха Это, кстати, было не только вам В Англии, но в Голландии Во Франции Такого рода компании создавались Они получали от своего монарха От своего правительства Монополию на право ведения торговли И шире большой экономической деятельности В том или ином регионе Ну, соответственно, Ост-Индия И, собственно, Индия Вест-Индия, Америка У англичан была московская компания Которая торговала через Архангельск С Московией, с нашей страной У французов были такие компании Но значительно менее успешные, чем английские То есть, в первую очередь Эта компания создавалась для ведения торговли И для того, чтобы Да, и почему она получала монополию Потому что зарабатывать любой монополии Гораздо легче Устраняется конкуренция, по крайней мере Со стороны своих соотечественников И можно торговать с Индией, Московией Или Америкой По монопольным ценам Не опасаясь, почти не опасаясь конкуренции Для государства такого рода монополизм Был тоже очень важен Потому что с такого рода монополии Гораздо проще брать налоги Чем с большого количества компаний Ведь надо понимать, что в ту эпоху Еще был очень маленький и слабый Бюрократический аппарат Не способный собирать налоги С большого числа компаний Желающих от налогообложения уклониться А когда предоставляешь Какой-то большой компании монополию То она, естественно, гораздо проще платит налоги Опасаясь, что ее этой монополии лишат Если она будет от налогов уклоняться То есть такое частно-государственное партнерство Вот это слово я бы в первую очередь употребил Но в некоторых случаях Такого рода частные монопольные компании Должны были выполнять и военные функции Ну, скажем, у московской компании Таких функций не было Либо почти не было Россия Ивана Грозного Была достаточно централизованным государством И англичане торговали через Архангельск По Сухоне, по Северной Двине Через Вологду Ну, им не надо было пробиваться с боями Хотя, конечно, они должны были себя охранять От каких-то возможных бандитов Которые на них там могли нападать по дороге А, допустим, Ост-Индская компания Или голландцы, которые действовали в Индонезии Вот на юго-востоке Азии Они, конечно, были в значительно большей степени Военизированными компаниями Потому что там надо было пробиваться с боями Через, ну, скажем так Покорять территории, на которых жили Либо народы, ведущие еще дикий образ жизни Либо, как в случае Индии Это страна, цивилизация с очень высокой культурой Но децентрализованная Которую фактически можно было превращать в свою колонию То есть там военные действия Были очень важной, очень значительной частью Общеэкономических, общетарговых действий, скажем так Друзья, здравствуйте Я буквально ненадолго отниму ваше время Потому что, на самом деле, я только хотел поблагодарить всех тех Кто поддерживает наш канал И я могу сказать сразу, что это работает Я напоминаю, что даже 20-50 рублей от вас Это очень хорошая помощь нашему каналу Который не очень большой, но он развивается и работает Мы уже начали новости делать каждый день Помимо всего прочего Делаем программы Планируем запускать итоговые выпуски новостей И спасибо тем, кто воспринимает помощь Очень тоже хорошая, важная нам помощь А как еще можно нам помочь? Вот там внизу в описании все сказано Там даже есть возможность переслать деньги на телефон Вот, все С попрошайничеством закончил И передаю слово нашим коллегам Спасибо вам еще раз Правда, работает Это означает, что мы продолжаем тоже работать Спасибо А если говорить все-таки Про участие непосредственно в военном Да, грубо говоря Насколько Ну, оно Насколько выражено было Все-таки это было в основном использование Своей военной силы для обороны Да, этой компании То есть грузов и всего остального Или они использовались в компаниях военных Здесь очень трудно привести грань Когда осваиваешь новые огромные территории С одной стороны Ты пробиваешься с боями Устанавливаешь свой контроль над этими территориями С другой стороны Конечно, приходится и обороняться В каких-то случаях от конкурентов А в каких-то случаях от тех Кто пытается не допустить колониализма Допустим Вот так можно сказать Очень яркий в этом смысле пример Конкистадорская деятельность Кортеса Кортес высадился в Америке С относительно небольшой бандой Относительно небольшой командой И ему удалось покорить Огромные мексиканские территории То есть целое государство Ацтек С одной стороны Это были достаточно агрессивные действия Потому что они устанавливали свой контроль насильно С другой стороны В какой-то момент Им пришлось обороняться От той резни Которую местное население Хотело им устроить Когда почувствовало Что эти прекрасные белые люди Не боги А бандиты Которые хотят установить над нами контроль Так что здесь очень трудно Отделить нападение от обороны Но в целом, конечно Если несколько упростить Надо сказать, что Поскольку европейцы Осваивали те территории На которых они не жили раньше В Азии, в Африке, в Латинской Америке То, конечно, они в первую очередь Были завоевательны При всем моем огромном уважении К европейской культуре Не надо делать вид Что европейцы были такими Белыми, пушистыми, мирными Нет, они использовали И силу государства И силу частных военных компаний Для того, чтобы колонизировать Значительную часть мира И ситуация по-настоящему Стала меняться только В XIX, особенно в XX веке До этого Это, конечно, была Очень жесткая Часто бесчеловечная колонизация И так было во всех У всех государств Которые так или иначе Вели имперскую деятельность От Великобритании до России Кстати Чуть не забыл Очень важный момент А то меня могут неправильно понять Когда я в самом начале Оговаривался Что в России В московском государстве И в Восточной Европе Не было такого рода Частных военных компаний Речь шла, конечно О XIII-XIV столетиях А потом они появились Все покоение Сибири Это деятельность Частных военных компаний Которые просто называются У нас казаками Но казачество такого рода Это та же самая Частная военная компания Здесь, конечно, надо Это называть сосновием Грубо говоря Которое еще С опозданием получило статус Это одно другому не противоречит Сосновием, может быть, казачество Сложно назвать Но казаки Когда казачество формировалось Это в значительной степени Были люди Бежавшие из центральных регионов России На новые неосвоенные земли Желавшие жить своей жизнью Не под контролем царя Ну там по-разному жили Частично разбойничали Частично что-то там Производили Торговали Но когда дело зашло О покоении Сибири То это уже были, конечно, Частные военные компании В первую очередь Организованные Купцами Строгановыми Строгановыми На частные деньги Не на государственные Для того, чтобы Продвинуться дальше От Урала В Сибири Разведать территорию Посмотреть Можно ли там Чем-то разжиться В первую очередь Конечно, хотелось Найти там Какие-то месторождения Благородных металлов Но поскольку Тогда ничего там Не нашли И золото, серебро В Сибири Нашли значительно позже И уже совершенно Другими методами Но Сибирь была Богата пушным зверем Мягким золотом Мягкой рухлядью Как иногда говорили И вот эти богатства Действительно осваивали С помощью казачества То есть частных Военных компаний Ермак был Типичным кондотьером Это может быть Несколько странно Звучит Для русского уха Но по сути По своей социально-экономической Социально-политической сути Ермак был Кондотьером Кстати Когда я был В Якутске И ходил В местный Художественный музей Там Я неожиданно Для себя Обнаружил Картину Но не назову Портрет Ермака Потому что Писали позже И явно Не с натуры Картина Изображающая Ермака Одетого Практически Как Фернан Как Эрнан Картес То есть В западные Латы В западный Шлем То есть Такой вот Западный Конкистадор Но названный Ермак И вот Такого рода Конкистадоров Кондотьеров В Сибири Было много Самые разные Казачьи Атаманы Доходившие До Амура До Якутска По сути Дела Это были Те же Самые Частные Военные Компании Давайте Тогда Еще раз Для наших Зрителей Если можно Все-таки Какие-то Карактерные Критерии Назовем Почему Именно Ермак И другие Кого вы Назвали Это все-таки Частные Военные Компании В чем Основные Яркие Черты Значит С одной Это С одной Стороны Не Великие Географические Открытия Вот не знаю Как сейчас В школе учат Но когда я был Школьником Нас учили Что всякие Колумбы И Ермаки Совершали Великие Географические Открытия Прямо как будто Они наукой Занимались Вот это Было Не научное Движение На Дальний Запад Или Дальний Восток А это Было Движение Чисто Коммерческое Для того Чтобы найти Какие-то Богатства То есть С одной Стороны Это Не ученые Это Не люди Добровольно Стремящиеся К знания Это Люди Занимающиеся Конкретной Коммерческой Деятельностью С другой Стороны Это Не Эмиссары Государства То есть Государство Осуществляло Лишь Самое Общее Покровительство Для такого Рода Действий А По сути Это Были Команды Нанятые На частные Деньги Для решения Частного Коммерческого Вопроса Это Люди Зарабатывавшие Деньги Начиная От Джона Хоквуда И Бартоломео Калиони До Кортеса И Писаро До Ермака Или Атамана Колесникова Который Искал Серебро Где-то Там На Амуре Ему Говорили Что Вот Там Есть Серебро Когда он Дошел Выяснилось Что Это Просто Из Китая Привозят А Собственного Там Нет Вот Вплоть До Ермака И Колесникова Это Именно Частные Военные Компании Имеющие Коммерческие Цены В конечном Счете Они Стали Служить Государству Потому Что Государство Стало Присылать Туда Своих Налоговиков Для того Чтобы Брать Налоги Из Казаков Из Местного Населения Но В основе Своей Это Была Именно Частная Коммерческая Деятельность Вооруженных Людей Потому Что Только С боями Они Могли Этой Деятельностью Заниматься Еще Один Вопрос Но Это Ближе К завершению Программы Но Важно Мне Кажется Как бы Вы Описали При каких Условиях Появляется Благодатная Почва Для Создания Частных Военных Компаний То есть Когда Они Возникают В тех Нишах Где Государство Не дорабатывает Либо Не дорабатывает Потому Что Не может Сил Нет Либо Сознательно Переуступает Нишу Такого Рода Компания Ну Вот Обратите Внимание Ключевые Примеры Говорили Начиналось Все Северной Италии Это Богатый Регион Где Не Сформировалось Сильного Централизованного Государства Как Во Франции В Англии Ну Или Даже Ну В Кастилии В Северной Италии Такого Не было С другой Стороны Это Место Где Есть Свободные Деньги То Есть Либо Вас Могут Нанять Либо Либо Вам Есть Кого Пограбить В Бедном Регионе Конечно Такого Рода Компаний Не Возникнет Ну И Соответственно По мере Того Как Возникает Так Называемое Государство Нового Времени Ну Вот У историков Есть Такой Термин На русском Языке Потому Что На русском Языке Нету В прямом Смысле Понятия State Которое Используется В английском Языке У нас Слово Государство Очень Широкое А Государство Нового Времени Конечно По своему Мощному Бюрократическому Аппарату Сильно Отличается От Древних И Средневековых Государств Так Вот Когда Возникает Государство Нового Времени Или То Что Англичане Называют State То Пространство Для Создания Частных Военных Компаний Уходит На Периферию Ну Вот Почему Допустим Латинская Америка Завоевывалась Конкистадорами Которые Были Теми Же Самыми Частными Военными Предпринимателями Потому Что Ни у Испанцев Ни у Португальцев Ни даже У англичан Не было Механизмов Для того Чтобы Осуществить Целенаправленное Завоевание Этих Регионов Сейчас Это Нам Часто Трудно Представить Но Испанский Король Или Королева Изабелла Католичка Не могли Взять Какую-то Армию Посадить На Большое Количество Кораблей Сказать Вот там На западе Америка Отправляйтесь Завоевывать Единственный Случай Когда Испанский Король Филипп Второй Отправил На своих Кораблях Очень большое Число Солдат Завоевания Это была Война С Англией Так называемая Непобедимая Армада И для Испанцев Это кончилось Очень плохо Армада Погибла Англичане Победили Вот Направить Такого рода Армию Через Океан Было Абсолютно Немыслимо А Частные Предприниматели Могли На свой Страх И иск Это делать Если бы Ничего не Получилось Ну Они бы Сами Погибли А Инвесторы Просто потеряли бы Свои деньги Но У таких людей Как Кортес Писаро Там У некоторых Других Получилось Они доплыли Они пограбили Они фактически Установили Контроль После чего Они получили Информацию От короля Что Так Вот с этого Момента Каждый Четвертый Каждая четвертая Деньга Скажем так Отправляется В королевскую Казну То есть Мы воскрешили Большая часть Денег Естественно Оставалась У самих Этих частных Военных Предпринимателей Но За благословность Короля Они должны были Какую-то часть Платить Дальше Короли Пытались брать Все больше И больше Естественно С нашими Казаками То же самое Какое-то Количество Мягкой Рухляди Должно было Отправляться В королевскую Казну И Алексей Михайлович Иногда Жаловался Что за Безобразие На рынке Мягкой Рухляди Полно То есть Добыча Идет Вовсю А в Королевскую Казну В царскую Казну Ничего Не поступает То есть Вот так Складывались Отношения Ну и дальше По мере того Как государство Становилось Все более Сильным На периферию Уходили Эти частные Компании И там Если С одной стороны Были частные Предприниматели Готовы Вкладывать Деньги В такого Рода Компании Ну Вплоть До Пригожина Который Вкладывает Деньги В Чироковар В наших Условиях С одной стороны Есть инвестор С другой стороны Есть чем Этой компанией Заняться Есть на чем Заработать Ну вот Собственно говоря Так и возникают Все эти компании А вот Скажите мне Пожалуйста Насколько Частные военные Компании Представляют Угрозу Государства Ну точнее Грубо говоря Тому же Самому государству Которое Их призывает На себе На службу Ну вернемся К нашим Школьным Урокам Восстание Степана Разина Восстание Емельяна Пугачева Восстание Там Болотникова Что такое Значит Вот то Чему Нас В школе Опять же Сразу делаю Поправку Потому что Я в школе Учился давно Сам Учителем Не был И поэтому Не всегда Четко знаю Как преподают Конкретно В данный момент Но Меня учили В школе Что это были Народные Крестьянские Восстания Под руководством Степана Разина Пугачева И так далее Это не были Народные Крестьянские Восстания Частная Военная Компания Казаков Степана Разина Долгое Время Занималась Разного Рода Грабежа Совершали Походы В Персию Частично Грабили У себя На родной Территорию И потом В какой-то момент В силу Каких-то Причин Это Большая Отдельная История Сейчас Не буду Говорить Каких Причин Эта Компания Расширилась До того Что включило Себя Много Крестьян Которым Больше Нравилось Грабить Чем Трудиться В поте Лица На помещиков И Возникло То Что мы Называем Восстанием Степана Разина Конечно Это для Государства Представляло Большую Угрозу Восстание Пугачева Которая Строилась Примерно По похожим Сценариям Тоже Представляла Колоссальную Угрозу Но Самая Большая Угроза Конечно Была От Казаков В Эпоху Смутного Времени Начало 17 Века В нашей Официальной Трактовке Это была Такая Польская Окупация Против Которой Боролись Народные Герои Минин Пожарский И так Далее Но Это Только Часть Правда Поляки Были Конечно Окупация Была Но Кроме Того Были Активные Разбойничьи Действия Различных Казачьих Подразделений Которые Частично Действовали Самостоятельно Частично Оказывались На службе У Русских Князей Допустим На завершающем Этапе Смутного Времени Большие Казачьи Подразделения Действовали Под руководством Князя Дмитрия Трубецкого И наряду С ополчением Минина И Пожарского Они сыграли Огромную роль В завершении Смутного Времени Более Того Существует Документ Насколько Я знаю Наиболее Убедительный Из всех Документов О том Как Был избран Михаил Романов На царство Так вот Этот документ Показывает Что Избрание Михаила Романова Произошло Не под давлением Бояр А под давлением Казачества Которое Наполняло Москву В тот момент И оказывало Давление На земский Собор Требуя Чтобы Именно Михаил Романов Стал Царем То есть Михаил Романов Если Чуть Упростить Был Казачьим Государем А не Боярским Государем Так что Вот Воздействие Казаков В этот Момент На Русское Государство Просто Невозможно Переоценить Это было Огромное Воздействие Хотя В данный Момент Они уже Были Может быть Не совсем Частной Военной Компанией А военной Компанией Уже Очень Тесно Связанной С Новым Формирующимся Московским Государством Ну И Здесь Конечно Здесь Стоит Вспомнить То что Вы уже Говорили Это то что Когда нужно Было Они Выполняли Задания Которые Они Получали От Властей А Когда Были Свободны То Грабили Свободная Прогулка С оружием Да Это Именно Так И Последний Такой Момент Который Я думаю У кого-то Из зрителей Возник Все равно Последний Вопрос Это То что Вот В различных Фантастических Фильмах Про будущее Почему-то Очень часто Говорят Что К власти Через Какое-то Время Ну Фантазируют Понятно Авторы Могут Прийти частные Военные Компании Когда Даже Это Будет Грубо говоря Одним Способом Управления Людьми Насколько С вашей точки Зрения Это перспективно Я почему Спрашиваю Потому что Очень часто Бывает так Что фантасты Выдумывают Что-то А что Оказывается Правдой Потом Будущее Очень трудно Предсказывать И Честно говоря Мне кажется Что Если фантасты Что-то Предсказывают То скорее Это Они случайно Угадали Из тысячи Фантастических Романов Случайно Пару романов Действительно Может Предсказать Будущее Пока Я не вижу Каких-то Серьезных Оснований Для того Чтобы Говорить О том Что Частные Военные Компании Победят Государство И В дальнейшем Будут Доминировать Наоборот Сегодня За Такими Государствами Как Соединенные Штаты Америки Китай В первую В первую Очередь Вот Эти Великие Державы Находится Огромная Сила И Я Не могу Представить Ситуации Что Они В базойной Перспективе Каким-то Образом Развалятся И На месте Их Возникнет Большое Число Частных Военных Компаний Так Что Думаю Пока Для этого Оснований Нет Но Будущее Непредсказуемое Что Произойдет Через 200 лет Мы Не знаем Спасибо Большое Единственное Что я еще Забыл Сказать Нашим Зрителям А мне Кажется Это Важно Понятно Что мы Говорили Про Частные Военные Компании Не Конца 19 Начала 20 Века Но Когда Вы Рассказывали Про Колонизацию Колонизация Невозможна Без Того Чтобы Потом Еще Сохранять Эту Территорию И Вот То Каким Образом Как Страны Которые Сейчас Нам Кажутся Цивилизованными Например Как Великобритания Тогда Британская Империя Пыталась Сохранять Контроль В Индии В Бирме И так далее Очень подробно Написал В своих Дневниках Эрик Артур Блэр Известный Нашим Зрителем По Псевдониму Джордж Оруэлл И автор Как раз Романа 1984 1984 Если вы Сомневаетесь В том Что сказал Дмитрий Эклевич Про Нецивилизованный Захват Территорий То вот У Блэра Есть настоящий Источник Это я так На всякий случай Вот Да Спасибо вам большое Ну и со своей стороны Я под конец Тоже бы добавил Что То о чем Я сегодня Рассказывал Я Занимаясь Всю жизнь Экономикой Не случайно На эту тему Вышел Это важнейшая Составная часть Книги Работа над которой Я сейчас Завершаю Эта книга Продолжает Прошлогоднюю книгу Почему Россия Отстала И будет называться Война и власть Русская ловушка Вот там будет Подробно Рассказано Как война Влияла на власть Власть влияет На войну И какую Это огромную Роль Сыграло В русской истории И почему Это стало Своеобразной Ловушкой Для нашей страны Великолепно Спасибо большое Будем тогда Конечно же Ждать Я зрителям Напоминаю Что вот там Внизу Указан Телеграм-канал Дмитрия Травина Обязательно Подписывайтесь Так мои руки Не было видно Вот там внизу Там же Я рекомендую Вам поставить лайки Пожалуйста Пишите комментарии И Может быть Вы нам Предложите Какую-то тему Про что можно поговорить Дмитрий Травин Научный руководитель Центра исследования Модернизации При Европейском университете Автор программы Спасибо вам большое Всего доброго Спасибо Спасибо